Шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиаша Харпатин. Вас ждет свежая Майса. Однажды группа еврейских мужчин отправлялись в Иерусалимский храм. Туда была достаточно длинная дорога через море, через скалы. И они проходили через море и увидели вдалеке римский корабль. И в этот момент начался жуткий шторм. Корабль начал скитаться, шататься. И в итоге он ударился об камень, скалы были, и утонул. И выжил там один человек. Он был римлянином, спрыгнул в воду, снял с себя всю одежду. Очень долго карабкался, кричал, помогите, помогите. Евреи не хотели помогать, потому что римляне принесли очень много бед евреям, ненавидели их. И евреи говорили ему, не, не, у тебя все в порядке. И был в этой толпе один очень знатный раввин, который ему помог. Он его впустил в дом, он ему дал деньги на обратную дорогу, дал своего коня, накормил, напоил, обогрел. И тот уехал. Спустя много лет этот император, простите, этот римлянин стал императором. И захотел отомстить евреям, он захотел их всех убить, и отдал приказ. Евреи все были невероятно расстроены, огорчены, плакали, уже начинали прощаться с жизнью. И тогда этот раввин, который его спас, он поехал к нему, императору доложили, что какой-то старик стоит возле ворот дворца. Его впустили, он начал просить этого римлянина императора, пожалуйста, не убивайте наш народ, вот вам ценный дар от нас. На что император ответил, твои дары мне не нужны, оставь их себе, а евреев я не убью, только по той причине, что ты помог мне тогда. Он вернулся в землю Израиля, просто границы счастья не было предела, все евреи его благодарили, радовались. И тогда он им преподнес один урок. Никогда нельзя не помогать человеку и плохо к нему относиться, когда он является представителем какого-то народа. Так как в любом народе, в любой нации есть люди плохие и хорошие. И евреи обязаны всегда протягивать руку помощи, так как мы избранный народ, и мы должны быть примером. Поэтому давайте мы с вами, друзья, будем примером. Браха вецлаха, всем хорошего дня.